Владимир Малыгин. «Где наша не пропадала?» Часть вторая. Глава первая. Тишина. Нет ни земли под ногами, ни неба над головой. Испугаться не испугался, не страшно было. Скорее, любопытно. Присутствовало странное ощущение безопасности этого места. Пространство вокруг меня мерцает янтарными переливами. Клубится причудливыми потоками. Поднял руку, развернул ладонью вверх, потянулся к ближайшему такому ручейку. Пришлось немного поднапрячься. Пространство оказалось вязким и плотным. Упруго сопротивлялось каждому моему движению. Очень неохотно расступалось в стороны. Дотронулся кончиками пальцев до упругого потока. Легонько надавил. Любопытно же. Поток едва заметно прогнулся. Отодвинулся в сторону и вновь заклубился, начисто игнорируя мое вмешательство. Новый росток? Удивленное бормотание прозвучало, словно бы со всех сторон. Откуда он появился такой слабый? — вклинился в это удивленное бормотание и чей-то сердитый голос. — Нежилец! — В этом ростке совсем мало жизни, — откликнулось бормотание. Мало, 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 мало. Обволокло со всех сторон удивленное эхо. — Нежилец! Нежилец! — Вырвать его! Влез еще кто-то с противным брезгливым голосом, перебивая общее бормотание. — Я вам вырву! — заворочился, стараясь побыстрее вырваться на свободу. — Выпутаться из этого киселя. Я тут сам кого хочешь выпалю! — Забавный росток! — сердитый голос явно озадачился. — Хилый и глупый. Все равно засохнешь. Уж лучше сразу умереть. Не мучиться. — Уж лучше помучиться! — выдохнул в очередной тщетной попытке вырваться из вязкой патоки. — Нужно выпалывать слабые растения, чтобы они не загораживали солнце другим росткам! — терпеливо убеждал сердитый. — Смирись! Сдайся! — Ни за что! — попытался сформировать защитный кокон, и ничего из этой попытки не получилось. Осмотрелся в поисках привычных мне магических потоков и ничего, кроме желтого марева вокруг, не увидел. — Куда это я попал? — Ты кто? — Я лес. А ты кто такой, что даже этого не знаешь? — Лес? Какой лес? — Ах, лес! — Ну да, конечно же, лес. Ведь я был у эльфов в гостях. В гробу я видел такие гости. Голодом морили, пришлось еду добывать. Корни какие-то нашел, съел. Теперь, похоже, расплачиваюсь за это. Очередная попытка обратиться к привычной магии ничего не дала. Последующие тоже. Но бухтящую вокруг разноголосицу перестал обращать внимание. Отталкивал оболакивающую меня потоку. Барахтался на пределе сил в попытке выбраться из вязкой массы. Силы быстро закончились. Мышцы затяжелели, забились. Шевелился из одного только упрямства. На пределе воли дергался и сдаваться не собирался. В глазах потемнело. Сознание поплыло. За вспыхнувшую рядом голубую искорку уцепился, словно за спасательный круг. Потянулся к ней, бережно дотронулся пальцами. Увидел рядом еще одну. И еще. Вот теперь побарахтаемся. Окутался защитой. Замер возле голубого облачка. Отдышался. Теперь не только дышать. Теперь и двигаться легче стало. И только тогда обратил внимание на бормотание. Прислушался. Он пробился. Увидел. Достоин награды. Трепались вокруг на разные голоса. Если достоин, то пусть берет. Заглушил разноголосец усердитый голос. А что брать-то? Грех не взять то, что даром дают. А нужно оно мне или нет? Потом разберусь. Если что, то всякое не нужно и выкинуть недолго. Глупый сильный росток. Смотри вокруг, бери мою силу. Расти быстрее, тянись к солнцу. Смотреть? Куда? Вокруг только привычная мне магия. Или еще вот эта желтая патока с потоками. Или это как раз она и есть? Сила? Как ее брать? А если попробовать взять точно так же, как я беру магию для своих заклинаний? Зачерпываю ладонью патоку. Слегка сжимаю пальцами. Вязкая субстанция старается просочиться, выскользнуть наружу. Понятно. Теперь уже двумя руками загребаю. Ком побольше. Тяну к себе, стараясь лепить шар побольше. Даром же! Перехватываю в ближайший из потоков. Прилепляю его к своему шару. Пусть него гонит свою энергию. Леплю вязкий ком. Кручу его в ладонях. Пришлепываю к нему все новые и новые куски. Уплотняю получающийся шар. Пожалуй, достаточно. Уже в руках не умещается. Такой огромный получился. И, вжимая его в себя, стараюсь поглотить всем телом. Становится горячо. Вязкая масса обжигает. Терплю и вминаю. Брать силу? Вот я и беру. О ком сопротивляется. Отталкивается упруга. Давлю изо всех сил, буквально втискивая его себе в грудь. И он подчиняется. Вливается. Растворяется во мне. Чужая энергия огнем прокатывается по груди. Буквально разрывает тело жгучей болью. Выгибаюсь дугой. Кричу. Руки-ноги разбрасываю в стороны. И из них во все стороны бьют светлые лучи. Горят огнем мышцы. По сосудам, словно кипяток, струится. Поднимается вверх. Доходит до головы. И взрывается ослепительной вспышкой. Сознание не теряю. Поэтому переживаю весь спектр болезненных ощущений. Мозги в голове кипят. Бурлят. Черепушка дергается, словно крышка на закипающем чайнике. Все тело корежит. По венам, словно жидкий огонь, струится. Как будто распяли в пространстве. И протыкают все тело раскаленными стальными спицами. Лежу на полу. В глазах потихоньку проясняется. Руки-ноги не то, чтобы болят. Просто пошевелиться опасаюсь. Странное ощущение. Кажется, что внутри все такое хрупкое. Пошевелишься, и сосуды с мышцами полопаются. Брызну стеклянным крошевом. Первым делом глазами повел из стороны в сторону. Осторожно огляделся. Где эта кошка драная? Нашел. Так и сидит на заднице в мою сторону. Пялится желтыми глазами. На морде явно возмущение написано. Еще жажда моей кровушки испробовать. Ставлю защиту. И только сейчас обращаю внимание на толпящихся вокруг кошки эльфов. Они как стояли, так и продолжают стоять на меня пялиться. Король с открытым ртом так и замер. Он же что-то там такое кричал. Кратить? Немедленно прекратить! Замерли все! О, точно что-то кричит не показалось. Это что, всего мгновение прошло? Никто ничего не заметил? А мне показалось, что целая вечность пролетела. Яр! Прорывается ко мне Розе. Падает рядом на колени. Подхватывает на руки мою многострадальную голову. Накладывает мало исцеления. Все хорошо. Выдыхаю, неверяще осматривая свои руки. Надо же. Не разбились. Значит, не все так плохо. Отстраняюсь и поднимаюсь на ноги. В первый момент немного шатает, но рядом есть на кого опереться. Еще раз успокаиваю тетушку. Все нормально. Отец, пусти! Трепыхается в руках короля какая-то девчонка. Соображаю, что раз отец, то точно не какая-то, а дочурка короля. Чего это она злая такая? Взгляд сам собой прикипает к весьма симпатичному личику, к роскошной волнистой гриве волос, оглаживает изгибы стройной фигуры, задерживается на высокой груди. Забирай свою пантеру, и чтобы я вас с ней здесь не видел. Вот это правильно. Нельзя в общественном месте зверю без намордника и ошейника с поводком. Ты меня прогоняешь? Из-за какого-то круглоголового? Да искорка просто пошутила. Если бы она по-настоящему ударила, то этого... Этого можно было бы от стены ножом отшкрябывать. Эй, Норе, не заставляй меня два раза повторять тебе одно и то же. Ухожу. Девчонка поправила растрепавшиеся локоны, одернула курточку, поклонилась королю, метнула в меня очередной убийственный взгляд. Искорка, пойдем, моя маленькая, я тебя сейчас вылечу. Чушь какая-то. И эта принцесса? Но взбалмошная девчонка правду сказала. Если бы эта драная кошка на меня действительно хотела напасть, то так легко я бы не отделался. Вон какие у нее когтищи, так и цокают по полу. Королевская приемная поражает своими размерами. Стоим с тетушкой перед сидящим на деревянном резном троне владыкой. Ждем решения совета старейшин. Оставшиеся корни и фруктики пришлось отдать. Выложил все из сумки на стол. У старейшины, который их забирал и передавал королю, даже руки подрагивали. Неужели это их прям такая ценность? Предупреждать нужно было и не морить голодом. Решение по нашей дальнейшей судьбе отложили до возвращения лорда Таурахтала. Так понял, что если бы не моя молния, то и проблем никаких бы у нас не было. А так? Поднял рукой на питомице ее высочества. Это же нода. Ну а то, что на меня лапу подняли, так это вообще никого не интересовало. Не прибили и ладно. Я же не эльф.